МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Шофер Первого Приднестровского продолжает вопрос дня. В студии Анастасия Чернесенская и Зинаида Кицкан. Весна в Приднестровье. Реакция на съезды и как провести выходные? Об этом и многом другом поговорим сегодня. Мы начинаем. Начинаем с одного из самых приятных событий. Наконец пришла календарная весна. И у нас в республике приход самого цветущего времени года традиционно встречают большим фестивалем искусств. Мурцешор стартовал. Мурцешор 20-24 обещает быть ярким, зажигательным. И большая концертная программа не только в столице, но и по всему Приднестровью. Открытие уже прошло сегодня. Во Дворце Республики выступили Приднестровский государственный хор, государственный коллектив Либерти, а также гости из Бендер, Малаешт и Первомайска. Сам праздник продлится 10 дней. Это действительно большой фестиваль искусств. Больше 170 концертов от Каменки до Днестровска. Большой 10-дневный музыкальный марафон. И у нас в гостях маэстро Григорий Масейко, главный руководитель художественного руководителя, главный дирижер Приднестровского государственного симфонического оркестра. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер и с праздником вас весны. Спасибо. И с праздником музыки. Почему у нас в Приднестровье настолько полюбилась эта традиция, встречаясь вот так вот ярко весну? Вы знаете, любой праздник всем нравится. Особенно, конечно, Мерцешор, потому что Мерцешор – это обычно солнышко светит, начало марта. Хорошее настроение, люди как-то меняются. Вот даже мы сегодня с вами встретились как-то так по-другому. Если бы мы встретились вчера, наверное, было бы как-то, ой, там конец зимы, нет, начало весны, вот солнце, ручьи, птички. У меня во дворе засвел абрикос. Ну, представляете, три дня назад. Вау, главное, чтобы морозов не было. Но вот это вот действительно, наверное, в крови у Приднестровцев вот это вот и гостеприимство, и радушие, и солнечное настроение вне зависимости от времени года. Да, Григорий Алексеевич, вы руководите одним из самых многочисленных коллективов республики. Как подготовились к Мерцешору? Достойно? Есть чем порадовать? Считаю, что, как всегда, достойно. У нас 8 марта, в международный женский праздник, состоится концерт «Музыка любви». Традиционный наш концерт. Могу сказать, что это своеобразный, наверное, так можно сказать, юбилей. Это уже 25-й раз мы проводим такой концерт. Естественно, каждый раз новый, каждый концерт – новые программы. Этот концерт будет отличаться тем, что он находится в году, ну, год наш объявлен годом семейных ценностей. Поэтому музыка любви, семья, семейные отношения – вот это все отразится в нашем концерте, если коротко так говорить. Но в вашем коллективе очень много действительно и семейных, и музыкальных династий в том числе, да? Совершенно верно. Насколько много? Уделите им внимание чуть-чуть. Это надо подумать. Ну, во-первых… Вы с супругой. Мы с супругой, да. Вы главный эффект. Начнем с себя, да? Если можно, так. Первое, что пришло в голову. Значит, что пришло в голову. Да, действительно. И, кстати, в этом году нам исполнится 50 лет, как мы женаты. Слушайте, это очень здорово, это браво. Выставляете себе такое? Вы, видимо, и объявили год семейных ценностей, так? И 25 лет, как мы работаем с нашим оркестром Приднестровским. Совместно. Вот такая своеобразная юбилей. Сплошные даты. Но, конечно, не уделить этому вниманию совершенно невозможно. Музыка любви, она звучит уже 25-й раз. И всегда открывает весну, и всегда это потрясающее настроение. Всегда публика тепло встречает. В прошлом году даже в Рыбницу выезжали с концертом. И там тоже вас ждут с нетерпением. В этом году повторится тоже такой мини-тур. В этом году мы поедем в Рыбницу 29 марта. Это освобождение Рыбницы города. Так у нас в планах туда поехать. Так что ждут все с нетерпением? Так что ждут. А что касается семейных ценностей, то, вы понимаете, артисты оркестра, многие из них являются педагогами. А педагог-музыкант – это фактически второй воспитатель ребенка. Как бы не первый даже. Я вот, судя из своего богатого опыта, вспоминаю своих учителей, они мне были больше, наверное, чем… Они были духовными наставниками и много-много-много чего. И вот в этом году, и как и все годы, также наши артисты будут представлять своих учеников. Вот, например, заслуженная артистка Елена Северстова споет свои две замечательные песни, мы уже репетировали, и покажет своего мальчика. Ему 9 лет. Лева Смертин, такая фамилия. Замечательно поет песню «Мама». Потом еще одна «Мама» будет звучать в концерте. «Мама» с двумя «М» – неаполитанская песня. Это с Кишинева Кёкиу споет. Вот такое произведение прозвучит. Я хочу поздравить всех женщин, исполнив мелодию «Глюка» из «Орфея», знаменитого соло для флейты. Вот уже раскрываю. Я молчал до сих пор, а теперь раскрываю, что там прозвучит. Все солисты, которые у нас солируют с оркестром, приготовили свои номера и очень интересные номера. Нужно успеть 8 марта? 8 марта, да. А что любят наши женщины на 8 марта слушать? Ну, во-первых, я вам скажу, наши женщины самые красивые. Ну, это безусловно. Это безусловно. Это вообще вопрос со мной никто не оспаривал никогда. Я на этом настаиваю. И прихожу на концерт именно с таким настроением. Вот уже 25 лет. Это называется «я затылком чувствую всю красоту в зале». И, конечно же, о женщине – это самая чувственная часть нашего, ну, не населения, а наших людей. Естественно, музыка будет посвящена от начала до самого конца. У нас называется концерт «Музыка любви». И музыка будет чувственная, высокоинтеллектуальная, я бы сказал, не просто там, знаете как, примитивные какие-то чувства. Нет. Это же симфонический оркестр. Но вы уже воспитали свою аудиторию, которая обладает высоким музыкальным вкусом. Совершенно верно. Поэтому я уверена, что все оценят. И выстроен будет концерт так. Уже наши люди понимают, говорят, вот, вы знаете, вот мы вышли из концерта, вы нас как-то ведете от произведения к произведению. Но это психологический расчет, я уже так открываю в нашем кругу, так перед 8 марта. Тем более, я уже сказал, кто из нас чувственный. В концерте прозвучит 21 номер. И музыка, казалось бы, разная. Быстрая, медленная, современная. Музыка, которая принадлежит многим народам. Русская музыка будет звучать, немецкая, французская, американская, английская, испанская, венгерская. Кого-то, может быть, не перечислил. Вот такая вот музыка. Ну, объединяет эти все произведения высокий художественный уровень. Уровень, планка такая. Ну, и настроение, которое, да, меняется в процессе концерта. Тут эмоционально максимально, тут расслабились, тут опять... Там есть кульминация, отход, потом опять кульминация, подвод, кульминация. Это все, 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 все. И вот что интересно, что с каждым годом все больше мне говорят, вот как удачно вы выстраиваете, как интересно. Мы послушали какое-то произведение, а что же будет после этого? Ой, Баркарола знаменитая, там, Офенбаха. Мы прямо расслабляемся, опять что-то такое быстрое и увлекательное. Вот таким вот образом. Я думаю, увлекли максимально 8 марта, 15.00, Большой зал Дворца Республики. Кстати, билетов осталось, ну, совсем ничего, потому что раскупают билеты быстро, особенно на Государственный симфонический оркестр. Так что поспешите и обязательно присоединяйтесь и подключайтесь. Но этим и отличается фестиваль искусств Мурцишора. Не только в столице будет большая концертная программа, да, но и по всему Приднестровью. Завтра в 15.00 будет выступать Государственный квинтет Либерти. У них тоже сольная такая программа. Потом детский коллектив «Надежда» — это юные артисты, это будущее большого такого танцевального коллектива. Дальше фортепианы, дуэты, гости из Молдовы, симфонический оркестр, конечно же, 8 марта, мы уже об этом говорили. Израильский скрипач Саня Кройтер с отцом обещают, опять же, выступить на одной сцене. Ну и завершится фестиваль с зажигательной «Виарикой». Ну, это все у нас в столице для таких больших коллективов. Наверное, весна — это старт как будто нового сезона, да? Нет, мы сезон обычно открываем осенью. 1 октября — Международный день музыки. Но действительно, после фестиваля МРЦ «Шор» у нас будут два детских концерта. «Юные таланты Приднестровья» — традиционные наши два концерта. Будут играть дети со всего Приднестровья, лауреаты международных конкурсов, всяких конкурсов, талантливые дети. Мы даем возможность всем сыграть с оркестром. Ребенок, который сыграет с оркестром хотя бы один раз, он уже совсем другой. Это отмечают педагоги, это отмечаю я. А потом у нас фестиваль «Музыкальная весна Приднестровья», фестиваль классической музыки с 11 по 17 апреля. Будет фортепианный дуэт из Нидерландов. Аж мы с ними сейчас ведем переговоры. Замечательные музыканты, два пианиста. Будут из Молдовы. Наши музыканты, как всегда, покажут уровень. Они не уступают никому. Даже я бы и выше их поставил, потому что молодежь у нас в оркестре, именно вот этот фестиваль, международный фестиваль классической музыки, посвящается молодежи. И вот молодежь всегда демонстрирует очень высокий уровень подготовки. К нам очень любят приезжать зарубежные артисты, исполнители, музыканты, чтобы с нашими сыграть, спеть и выступить на одной сцене. Да, в этом году в программе есть и новинки. 5 марта в столичном доме народных традиций и ремесел пройдет театрализованный концерт хора Мерси Шорулы. Современные интерпретации народных мелодий представят Евгения Аврама, Дмитрий Кадын, Алина Мунтиан, группа Югова, а также предместировские рокеры, коллектив Вермона. Вот такой творческий микс будет. Как вы относитесь к такому прочтению мировой классики и народной музыки? Замечательно отношусь. Симфоническая музыка, она вся построена тоже на народном творчестве, между прочим. Она просто в других там ракурсах, в других. А то, что народные ансамбли творят, фантазируют, это очень даже здорово. Я это только приветствую. Что будет в выходные, мы еще поговорим о том, куда съездить, куда сходить. Мы подошли к главному на сегодня, и вопрос дня сегодня будет звучать так. Чем должен запомниться Мурцишор-2024 и какое настроение подарит на всю весну? Я думаю, что вот все, что мы сегодня с вами перечислили, должно создать особую атмосферу. Атмосферу взаимопонимания, тепла, высокого искусства, возвышенности, я бы так сказал. С весной мы всегда связываем надежды. Ой, будет урожай? Должен быть. Мы верим, что будет урожай. Мы также верим, особенно в год семьи, я очень поддерживаю то, что мы провозглашаем год семьи. Мы с семейными ценностями возлагаем надежды на дальнейшую нашу жизнь. Мы ждем, чтобы был мир на земле, чтобы мы все как можно больше понимали друг друга, чтобы мы были, ну, не братьями, во всяком случае, близкими друг к другу и понимали еще лучше. Ну, действительно, вот эта вот весна, которая сейчас началась так ярко, пускай она дарит надежды и исполнение всех этих наших пожеланий. Вам спасибо за этот вечер. И надеемся, что Мурцишор тоже пройдет на такой позитивной ноте все 10 дней. Спасибо вам за внимание. Красный и белый – цвета Мурцишора, но весной 92-го года молдавские националисты добавили еще один цвет – черный. Тогда была предпринята очередная попытка Кишинева захватить Дубасара. И прошло уже 32 года, но эта трагедия отдается эхом боли в сердцах всех приднестровцев. И сегодня у нас в гостях Павел Николаевич Кузнецов, защитник Приднестровья. Здравствуйте. Здравствуйте. С первым днем весны, с мирным Мурцишором, но для всех приднестровцев вот боль-то та 2 марта, она сохраняется даже 32 года спустя. Что сегодня вспоминается о той весне 92-го? Ну, та весна 92-го. Я был командиром 1-й роты Тираспольского батальона. Как раз в ночь на первое число нас подняли по тревоге, перебросили в Дубасары, когда уже назревали события трагические. И Мурцишор тут весна, она сценируется с, особенно второго, с первым серьезным боем вообще реально в этой войне. Первый реальный бой столкновения, когда столкнулись уже масштабные на уровне род, это мы 2-го числа в Кучьерах. Мы 2-го завтра едем в Дубасары, а 3-й идем на площадь, похороненную, где комбат наш, Леонид Толстенко, то есть все четверо наших ребят, которые погибли. Только благодаря им, что вот у нас сейчас такая мирная весна все эти годы. Благодаря им. Потому что они вот действительно герои, потому что первый комбат погиб, ассоциировать, что если бы он не накрыл с собой гранату, но я от него находился, я знаю, там метров 10, это плац. Просто ровная бетонная площадка, плац. Накрыл бы всех, ну да, действительно. Володя Попик, тот вообще был рядом в машине, Саша Ратушный. Ну, вот такая площадочка, как здесь мы вылежали. И это, конечно, ассоциирует, наверное, как кровь и праздник, вот этот они нам устроили, черный марцишор, как его сейчас называют. Да. Вот 2 марта были Дубасары, потом, как вы сказали, Качьеры, Роги, позже последовала бендерская трагедия, атаки, обстрелы. Но самое страшное, что гибли люди. И, как вспоминают очевидцы, 92-й вот он весь год был таким напряженным. И тогда людям стало понятно, что с нами пытаются говорить языком силы, силой оружия. Наши люди пытались противостоять этому, как могли, и как бы не было ни оружия, ничего не было. Вот, как говорят, да, вставали утром, и было страшно видеть вот в этих списках погибших своих родных и близких. И так было. У меня рода пошла в атаку на Качьеры. У нас было по 2 рожка на человека. 60 патронов на ствол. Все. Больше у нас ничего не было. Что двигало вами тогда? Вот и вооружения не было, и ничего? Не страшно было вот идти вот так в бой? Понимание какое-то внутреннее, что это война с нацизмом. У меня в Роте, например, как и в ИЗе Приднестровья, треть на треть. Треть русские, треть украинцы, треть молдавани. Здесь нам уже было понятно, что это не захват какого-то предприятия или чего-то. Это вообще уничтожение, это нацизм. Уничтожение нас как нации, как культуры. И молдаван в том числе. Но действительно, в самой Молдове чтят тех, кто воевал против Приднестровья. У них даже Министерство образования в канун Черного Мурцишора запустило акцию во всех школах, учебных заведениях. Они рассказывают свою историю всех событий, которые происходили тогда весной 92-го года. Как вы смотрите на их урок истории? Да, во-первых, они полностью переписали эти уроки истории. У них преподносится совершенно другая история. Что мы напали, что мы угрожали, что мы там разрушали эти села. Да, вот история — это не только то, что написано на страницах учебников. Это еще вот истории очевидцев, людей, которые сами знают, как это происходило. Участники непосредственно этих событий завтра в Дубосарах опять вспомнят об этом. Пройдет возложение цветов. Каждый год 2 марта жители города собираются, чтобы почтить память погибших защитников и города, и республики. У нас в Приднестровье знают цену мира, поэтому бережно его хранят. И все эти годы Приднестровье в очередной раз. И сейчас, в эти дни, призывают Молдову отказаться от таких методов, от такого жесткого давления. Об этом говорили на съезде депутатов всех уровней, который прошел накануне. Обсуждали и давление Молдовы, и о том говорили, как не допустить ухудшения жизни людей. Как, по-моему, прошедший съезд? Депутаты — это избранники народа со всей республики, с каждого района, с каждого села. Никто не говорили, пожалуйста. Они выражали мнение всех жителей, что мы едины, и это будет страшно. Но все-таки Приднестровье и все приднестровцы выступают за мир, за возобновление этого переговорного процесса. И еще раз говорим о том, что все вопросы, все конфликты нужно решать только за столом переговора. Все вопросы можно, было бы желание решить. Ведь столько лет мы решали трудно, бедно, худо. Все. Но мы решали. Седьмой съезд — это, по сути, историческое событие, и приднестровцы еще раз доказали всему мировому сообществу, что мы едины, что мы не сидим сложа руки, а будем добиваться того, чтобы мы были услышаны. Никогда за годы существования нашей республики не было легко, там все подобные всякие экономические блокады, ограничения. Но народ приднестровский не перестает доказывать, что он есть, что он хочет мира, хочет, чтобы ему дали спокойно жить, спокойно работать и развивать свою республику. Столько лет, и все время на этой волне, и все время в стремлении установить нашу государственность. И доказывать всему миру, что здесь народ, приднестровский народ, который един в своем мнении, в своем стремлении жить, свободно работать и не покоряться какому-то чужому мнению, именно вот этот съезд показал, что народ и власть едины, что никто тут не борется за свое кресло, а все стоят один за всех, все за одного. За нормальную человеческую жизнь. Прекратить удушение Приднестровья – это главный посыл, который звучал и на съезде депутатов всех уровней. Обратились ко всем участникам переговорного процесса формата 5 плюс 2 в УБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, Парламент ЕС, Красный Крест, ВООН. И действительно реакция была, да, и о съезде писали многие СМИ и социальные сети, и, конечно же, была реакция и официальных лиц. Например, российский МИД назвал защиту интересов приднестровцев одним из приоритетов. Есть заявление о Брюсселе и Вашингтоне, давайте послушаем. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения по обе стороны от реки Днестр. В этом контексте мы призываем обе стороны начать конструктивный диалог. Мы видели заявление Генсек ООН, продолжая следить за развитием событий в регионе и призывает всех соответствующих игроков воздерживаться от эскалационной риторики и действий. Тем временем Кишинев свои намерения не скрывает и говорит о них открыто. В Бухаресте в эфире румынского телеканала вице-премьер Молдова Олег Серебрян даже привел такой исторический пример, как он видит этот процесс. Приводил такую аналогию, как западная Германия поглотила ГДР, но и рассуждал о неком статусе Приднестровья. Давайте послушаем. Я не вижу мотивов для предоставления такой автономии. Я думаю, что Приднестровский регион, в котором большинство населения – это румынское население. Например, в Григорьопольском районе процент румынского населения больше, чем в Окницком районе. Но тогда почему Окницкий район не получает особый статус? И буквально на это заявление среагировал сегодня президент Вадим Красносельский. На заседании общественной палаты высказался по поводу всех вышесказанных слов и сказал, что в ПМР большинство населения все-таки не румыны, как считает Олег Серебрян, а они приднестровцы. Давайте послушаем. Серебрян, это спецпредставитель Молдовы по перегорному процессу, заявил, что, оказывается, в Приднестровье проживает большинство румын. Это у него надо спросить, откуда он это взял, как вот это он все придумал. Ну, очень занятно звучит все это. Когда госпожа президент, госпожа Санду обращается к своим людям, она говорит, уважаемые молдаване. А спецпредставитель Молдовы говорит, что здесь проживают румыны. И в Молдове тоже проживают румыны, понимаете? Кто кому противоречит? Вот в чем вопрос. Вот. Не буду анализировать, пусть сами разбираются, так сказать, в своих заявлениях. Но, тем не менее, это очень интересно. Мы как раз показываем, как надо жить. Мы показываем, как надо сохранять наши языки, наши традиции, нашу культуру и наши народы, проживающие здесь. Если уж говорить, кто мы. Мы и не только русские. Мы не только украинцы. Мы не только молдаване. Мы не только там немцы, гагузы, болгары и так далее, евреи. Мы преднестровский многонациональный народ, который собрала здесь судьба, время. И мы проживаем здесь столетия. Именно преднестровским народом. Съезд, как показал наше единство и запаса прочности у Приднестровья, чтобы выстоять, хватит. Правильно? И мы подходим к нашему главному вопросу, к вопросу дня. Как вы думаете, услышат нас? Услышат. Уже услышали. Услышали почему? Вы сами посмотрите. У нас съезд, не успели мы закончить съезд, еще до конца не разошлись, потому что пока то-то-то-то, уже есть реакция российского МИДа. Следом пошли реакции, заявления и Еврокомиссии, и все, вплоть до американцев. Ну вот эту силу в единстве нашего преднестровского народа за три десятилетия уже выработали. И действительно, как вы говорите, мы, преднестровцы, в этом наша сила. Да. Ребята, ну мы не такое пережили. Мы пережили, с этим справимся. Пускай эта весна будет тоже мирной. Вам спасибо за эту мирную весну. Очень, очень. И главное, что нам надо, это мир. А с остальным мы справимся. Мира на всем. Мира на всем. Спасибо вам большое. Мы возвращаемся к событиям двух предстоящих выходных. Итак, что интересного в субботу и воскресенье, расскажем прямо сейчас. Ну, во-первых, продолжается фестиваль искусств Мурцишор. Весна шагает по всему Приднестровью. И завтра во Дворце Республики большой концерт от государственного квинтета Либерти, весенней Дикси. Зрители услышат блюз, фанк, фольклорные темы и этнические мелодии. Будет и интерактив с публикой. Начало в 15.00. В этот же день в столичном Дворце культуры выступит камерный оркестр. Музыканта приглашают на концерт классической музыки «Весеннее вдохновение». Начало в 17.00. Государственный театр драмы и комедии тоже со спектаклем. Не премьерным, но в 17.00 в субботу будет «Наш Чехов». Поговорят и о превратностях любви и философии на социально-бытовые темы. Даже затронут экологические проблемы. Будет интересно. В Григориопольском Доме культуры запланирован сольный концерт народного вокального ансамбля украинской песни «Стажары». В программу войдут композиции о любви, дружбе, вере в себя. Начало в 15.00. Ну а в воскресенье 3 марта хора «Примаверий». Приглашают артиста ансамбля народной музыки и танца «Ватра». В этот день коллектив исполнит русские, молдавские, украинские песни и танцы. Начало в 16.00. В 17.00 в воскресенье приглашают Приднестровский государственный театр. Постановка «Леди Макбут Мценского уезда». Спектакль поставлен по одноименному произведению русского классика Лескова. Всех ждут в большом зале. Во Дворце Республики свое мастерство покажут юные надежды «Виорейки». Так шутку называют детскую студию народного танца «Надежда». Дети представят национальные танцы народов, проживающих в Приднестровье. Концерт начнется в 15.00. Можно прикоснуться и к художественному и изобразительному искусству. Так, например, в Приднестровском государственном художественном музее весенняя действительно выставка «Лицо Приднестровского искусства», семейные династии художников Приднестровья, еще лики, красоты. В историко-краеведческом музее Григориополя весь март будет работать выставка «Весенние праздники». Она тоже сегодня открылась. Ну а праздничное агентство «Играй дом» в выходные организует праздник. Премьерный спектакль для самых маленьких. Иван Царевич и Василиса Премудрая в 10.00 с «Жемчужина» в город Бендеры. А в 13.00 другой интерактивный спектакль «Пять плюс». Помогите Алешу Поповичу найти любовь. Это для детей, а теперь все для любителей большого и сока футбола. Не забываем мы о том, что в эти выходные большой финал турнира «Ярна». Зимний турнир, который проходит уже 41-й раз здесь у нас в Терраспле на городском стадионе. В финале две команды ярких, неповторимых, футбольных. Это, конечно, «Авангард ТВПМР» и «Динамо Слободея». Кто займет первое место, у кого будет чемпионский кубок, можно прийти поболеть. Вход свободный в городской стадион. Суббота, начало 12.00. Вот из 14 команд действительно две сильнейшие в финале. Очень приятно видеть телевизионщиков. Дальше у «Авангардистов» продолжение весеннего уже сезона «Амалиги». Там сыграет и наш новичок в новом составе команда «Авангард ТВПМР» выйдет на поле. Будет представлен Игорь Пекущак. Это легенда и Приднестровского, и Молдавского, и Российского футбола. Ну, в общем, мы думаем, что сезон будет действительно ярким весенним в том числе. Ну, а в воскресенье 3 марта возвращается уже и большой футбол. Шериф начинает кубковые весенние игры и в это воскресенье проведет свой первый весенний матч. Это четверть финала Кубка Молдовы. В 14.00 на окрытой арене Шерифа примет Викторию. Для болельщиков вход в свободный. Вот такими будут предстоящие выходные. Только вы решаете, чем их наполнить. Но самое главное, чтобы весеннее настроение чувствовалось в каждой семье. Это был «Вопрос дня». В студии работали Анастасия Чернитинская и Зинаида Кицкан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова